Мы продолжаем наш телемарафон. Это наша победа. Это надо сберечь. Звоните нам в студию, рассказывайте истории своих родственников, благодаря которым Самара теперь претендует на почетное звание города трудовой доблести. И, конечно, присылайте нам фото тружеников военного Куйбышева. Вот, кстати, в военном Куйбышеве люди ведь не только отдавались всю свою жизнь трудом, но и, что удивительно, находили время для культуры и искусства. В это сложно повериться, но после 12, а порой и 18-часового рабочего дня почти каждая бригада находила время для концертов художественной самодеятельности. И у нас сейчас в гостях Ольга Николаевна Баранова, директора Самарского дворца ветеранов. И она готова нам рассказать, как же это им удавалось. Но для начала, Ольга Николаевна, здравствуйте. С праздником вас. Добрый день. С праздником вас. С Днем Великой Победы. С Днем Великой Победы. Так как же все-таки это удавалось? Я вот не представляю, как можно после 18-часового рабочего дня идти еще что-то репетировать, а не просто свалиться от усталости. Вы знаете, мне тоже очень сложно это представить. После 8-часового рабочего дня и мирных условий труда это тоже достаточно сложно. Но позвольте я расскажу небольшую предысторию, после которой мы, собственно, начали заниматься этой темой. Три года назад мы с коллегами в Самарском дворце ветеранов решили заниматься проектом по созданию нового музея. И тема была достаточно такая серьезная и недостаточно разработанная. Культура и искусство Куйбышева в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 года. Собственно, мы знаем о том, что Куйбышев запасная столица. Что к нам приезжали звезды, солицы Большого театра. Да, многие деятели культуры и искусства мирового уровня. Мы знаем, что в то время Куйбышев стал культурной столицей СССР. И очень хотелось, чтобы для поколений нынешних, тех, кто живет сейчас и будущих, именно вот эта сторона нашего Куйбышева тоже открылась. И вы знаете, благодаря вашему каналу, три года назад я в этой студии как раз обратилась к жителям нашего города с просьбой озвучила нашу идею, понимание того, что именно всем миром мы можем что-то собрать. И действительно, если есть то, что хранится в семьях, в семейных архивах, принести. И каково было мое удивление, что первой, кто откликнулась на этот призыв наш, была Соловьева Светлана Дмитриевна, которая пришла во дворец и, казалось бы, принесла вещи, которые к теме нашего музея, ну, очень плохо относились. В частности, она принесла фотографию своего отца. Это Воробьев Дмитрий Прокопьевич. Это рабочий, московский рабочий, который в 41-м году был эвакуирован, был эвакуирован у Наш Куйбышев из Москвы со своим заводом. Она принесла трудовую книжку своего отца, где первая запись от 26 ноября 1939 года о том, что ее отец был принят на 1-й ГПЗ имени Кагановича. Есть запись о том, что 5 декабря 1941 года он уволен в связи с переводом в Куйбышев на подшипниковый завод. И вот следующая запись уже вот в его трудовой книжке 4 декабря 1941 года. И вы знаете, помимо этого всего Светлана Дмитриевна принесла ложку. Казалось бы, вот обычный предмет, который я держу в руках. Но эта ложка в семье Светланы Дмитриевны, ее называли солдатская ложка. И она рассказывала о том, что ее отец вот с этой ложкой жил буквально в цехе, вот в то время военное, когда нельзя было уходить с завода, завод работал круглосуточно. Эта ложка была в кармане, потому что и питались в цехах. И сразу вот живо представилась о том, что вот этот обычный предмет помнит. Что он значит. Что он знает. И наверняка эта ложка, если бы она могла говорить, наверняка нам бы рассказала о том, что вот в эти тяжелые трудные времена, когда недоедали, недосыпали, в холоде, в голоде, как люди смогли выстоять. И вот этот вопрос я тоже задавала и тружеников тыла, с которыми мы очень тесно и плотно общаемся. И многие единодушны в том, что помогала выжить вера, вера в свою страну, в свою родину. И жизненная какая-то сила, которая поднимала после вот этих вот немыслимых трудовых будней и ночей петь, танцевать, заниматься искусством. И вы знаете, вот благодаря именно этому обращению в нашем музее появилось новое направление, новая экспозиция, которую мы посвятили именно заводской самодеятельности. Мало того, что Куйбышев вырос численно, да, мы представляем, что и рабочие приехали со всей страны. И они приехали со своими песнями, со своими стихами, со своей культурой. И вот этот необыкновенный микс энергетический, он и, наверное, держал людей, вот, и позволял им жить и верить, верить в будущее. И вы знаете, вот стали изучать, и настолько много всего интересного открылось, вот именно эта сторона. Заводская самодеятельность, что пили, как пили, как это было организовано. Деятельность заводских клубов. Мы наладили очень такое тесное взаимодействие с Самарским архивом социально-политической истории. И вот я держу сейчас в руках копию архивного документа, называется он «Тематический план работы Юнгородка завода номер 18 на март 1943 года». То есть разгар войны вообще. Разгар войны, вот самый эпицентр, люди гибнут, вообще страшно, что будет дальше. И что было в программе клуба? И что было в программе клуба? Определенная часть мероприятий направлена на то, чтобы поднимать трудовой дух людей. Рассказывали о победителях в соцсоревнованиях, о стахановцах. В частности, вечер седьмого цеха, вот в Юнгородке, был посвящен выполнению к 25-й годовщине РКК второй месячной программы. Была запланирована встреча с фронтовиками Отечественной войны. Была встреча молодого стахановца с кадровиками завода. Была лекция о международном положении. Это то, что поднимало трудовой дух. И вы знаете, здесь же кино, Светлый путь, кино Салават Юлаев, Антоша Рыбкин, репетиции, концерты, танцы для молодежи. Бал Маскарад, посвященный женскому дню 8 марта. Удивительно. Бал Маскарад, да? Удивительно. Это нашли время, да? 8 марта 43-го года, когда идет война, когда люди работают по 14 часов. Именно так. Еще один уникальный документ, который вот, держу я тоже в руках, это работа. Работа, о работе джаза молодежного клуба «Юнгородка» завода имени Ворошилова. Вот это вообще интересно. Вот этот документ, джазовый клуб. Да, тоже 43-го года. И здесь руководитель джаза Зингер пишет, что джаз организован в январе 43-го года. Вначале в джаз записались 5 человек. Сейчас в джазе 10 человек. Начали мы с танцевальной программы, играли на танцах в «Юнгородке», в клубе «Юнгородка». Затем пришли новые ребята в джаз, мы смогли уже исполнять концертные номера. С 10 февраля по 20 февраля, то есть за 10 дней 43-го года, мы подготовили специальную программу, где были следующие номера. В «Землянке», «Крутится-вертится», «Джаз-шутка», «Барабанщик», «Сыновья», «Лирическая танго», «Джаз-фантазия», «Красавица», «Прощально» и ряд других номеров. С этой программой джаз выступил 8 раз. В своем «Юнгородке» 2 раза, в «Юнгородке» завода номер 24 1 раз, в районном комсомольском активе 1 раз, в воинской части 2 раза, в общежитии завода номер 18 1 раз, на районном собрании жен фронтовиков 1 раз. В настоящее время мы ставим целью вовлечь большое количество ребят в джаз. Николаевна, я вас ненадолго прям прерву, мне подсказывают, что у нас есть звонок от телезрителей, давайте попробуем вывести его в прямой эфир. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Юлия. Юлия, здравствуйте, с праздником вас. С Днем Победы. Спасибо, мне тоже хотелось бы вначале поздравить всех телезрителей с этим великим праздником, Днем Победы, особенно, конечно, наших дорогих ветеранов. Пожелать здоровья им и долголетия, а всем нам, мирного неба над головой, никогда не забывать о подвиге нашего народа. Спасибо вам большое, Юлия, за эти слова. У вас есть какая-то история, я так понимаю? Да, я хочу рассказать про своих прадедушек и прабабушек по маминой линии. Их история очень похожая. Моего прадедушку Мальцева Николая Петровича в годы войны эвакуировали в Куйбышев из города Смоленска, когда эвакуировали завод. И он работал на заводе «Прогресс». Там он познакомился с моей бабушкой, которая тоже там работала. И вот в 1946 году родилась моя бабушка. А другой мой прадедушка, шестопер Борис Сергеевич, был признан на войну из Казани, уже в кавалерии. Когда его комиссовали из-за травмы ноги, он вернулся работать на 4-й ГПЗ электриком. И там тоже познакомился с моей прабабушкой. И в 1946 уже родился мой дедушка. Оба прадедушки были награждены медалями ветерана труда и участника трудового фронта. Юля, а что они рассказывали вам о тех военных годах? Как им приходилось? Вы знаете, оба прадедушки не очень любили рассказывать про это время. Ну так, старались больше какие-то смешные истории, как они добирались ночью домой. Как ничего не ходило, ни транспорта, ничего такого рода. Но конкретно ничего не рассказывали, не любили. Ну их можно понять. Юля, мы собираем фотобанк из портретов куйбышевцев, которые трудились в годы войны в тылу и ковали здесь победу в нашем городе. Пожалуйста, пришлите нам фотографии ваших родственников. Мы обязательно их покажем в наших эфирах и расскажем их истории. Хорошо. Спасибо. Спасибо вам за звонок. Еще раз вас с праздником, Юлия. До свидания. Спасибо. Удивительная история. Ольга Николаевна, ну вот джаз, мы поняли, уже пользовался популярностью. А что ставили на сцене в те годы? Расскажу тоже вот про заводскую самодеятельность. У нас есть факты, например, рассказывающие о том, как была представлена художественно-самодеятельность завода номер 23 имени Фрунзе. С удивлением узнала в 42-й год февраль, что на базе этого завода действовали несколько коллективов. Драм-коллектив, эстрадно-вокальный, хореографический, эстрадно-цирковая группа, группа художественного чтения, духовой оркестр. Архивные документы говорят, что эти коллективы охватывали 130 человек, что уже в апреле 42-го года выступили с новой концертной программой. И за год, за окончание 42-го года художественной силами, художественной самодеятельности было дано 54 массовых концерта. Получается, больше 5 концертов в месяц, с учетом остатков 42-го года. Причем на заводах было развернуто соцсоревнование не только за трудовые достижения, но и в самодеятельности, в художественной. То есть каждая бригада должна была дать не менее 4 концертов в месяц. Причем, опять же, самодеятельность была такого высокого уровня, что вот, например, тот же завод имени Фрунзе, директор завода, парторганизации, завком дали согласие на инициативу коллектива отправиться на фронт в количестве 12-15 человек. То есть участники заводской самодеятельности стали в составе фронтовой бригады. Где работали профессиональные актеры на самом деле. В том числе и профессиональные, но и любители тоже. Что они ставили? Драматический коллектив, например, ставил четвертую картину из пьесы Константина Симонова «Русские люди». Сцену из пьесы Шолохова «Поднятая с Целина». То есть современная драматургия. В то же время скетчи на старой даче. Вот художественные чтения были преимущественно патриотические. Понятно, стихотворение «Ленинград», отрывок из поэмы «Ледовая побоище», «Пять родной земли», «Письма с фронта». А вот у вокальной эстрадной группы был самый разнообразный и насыщенный репертуар. То есть была и классика из песни советских композиторов, жанровые русские народные песни, украинские народные песни, а также частушки. Ольга Николаевна, закономерный вопрос. Вот такое количество людей, которые занимались творчеством. Понятно, что они делали это, может быть, изначально непрофессионально. Но выросло ли среди них какое-то количество звезд, настоящих уже на профессиональной сцене? Может быть, кто-то потом сменил станок на станок, я не знаю, балетный или на сцену перешел? К сожалению, я такими фактами не располагаю. Я думаю, что это будет отдельное направление исследования в рамках создания нашей музейной экспозиции. Но у меня есть пример уже послевоенный, который был воспитан на традициях заводской самодеятельности. Мне посчастливилось быть знакомой с Игорем Кудусовичем Рашитовым. Он уже послевоенный ребенок. Любил петь, занимался в художественной самодеятельности, в школе. Очень хотел заниматься профессионально, но вынужден был пойти на завод. И более 30 лет отработал на заводе экран. И вы знаете, были вот такие интересные факты. То есть он продолжал заниматься в художественной самодеятельности. В составе благотворительных бригад выступал на разных предприятиях уже послевоенного Куйбышева. А мечта эта с ним была. Он сам рассказывал мне о том, что у него была мечта встретиться с Магомаевым. Но эта встреча не состоялась. Хороший вкус у него был, однако. Не состоялась. Но он написал ему письмо. И Магомаев ответил Игорю Рашитову, дал какие-то такие профессиональные советы. Советы, да. Как относиться к репертуару, как работать со зрителем, как вообще нести русскую культуру. И еще очень удивительный факт. То есть человек вышел на пенсию в возрасте 60 лет. Игорь Кудосович осуществил свою мечту. Ему друзья посоветовали пойти на прослушание в наш театр оперы и балета. И он с успехом прошел. И последующий, вплоть до своей смерти, он был профессиональным артистом театра оперы и балета. Потрясающая судьба. Вот, выходец из заводской самодеятельности, наверняка есть и такие, которые действительно получили путевку в жизнь от станка. Но, тем не менее, свою последующую жизнь связали с профессиональной сценой. И я думаю, что мы обязательно, может быть, сегодня какой-то тоже на марафоне будет отклик вот такого плана. Может быть, кто-то нам позвонит и расскажет такую историю, о которой мы еще пока не знаем. Да, и мы будем благодарны к тому, что вот тоже станет одной из страниц нашего музея культуры и искусства Куйбышева. И, наверное, мы сейчас можем обратиться к зрителям, чтобы, если у них есть какие-то уникальные документы, да, связанные с историей их родственников, и они могут нести их к вам в музей? Конечно, конечно. Мы ждем. Вообще, открытие музея запланировано к 75-летию Победы, но вот в связи с ситуацией по коронавирусу мы немножко перенесли эту дату. Уникальные документы располагаемы уникальными предметами, но, тем не менее, мы будем благодарны за любой отклик. Нас интересует все, что касается культуры и искусства Куйбышева в годы Великой Отечественной войны. Афиши, открытки, пригласительные в театры, какие-то свои собственные фотографии тех же учреждений культуры, которые были, действовали в том числе в Куйбышеве в годы войны. Потому что, действительно, не хлебом единым жив человек. И чем больше я общаюсь с людьми старших поколений, тем я больше понимаю, что как раз моральный дух, трудовой дух, он как раз и поддерживается культурой. Хотела бы еще рассказать про один факт. Мы сотрудничаем с музеем «Самара космическая», и в свое время они подготовили уникальную такую выставку, называется он «Дневник Филиппа Разумцева». Это реальный документ рабочего, который был эвакуирован со своим заводом в Москву и каждый день ввел записи в своем дневнике. Ну, во-первых, удивиться и почерку этого человека, рабочего, семью классами образования, его грамотности. И в то же время, вот каким-то особым... Этот человек не знал, когда его... уже было понимание, что их эвакуируют в Куйбышев, он стал искать на карте, но у него была старая... В заводе Кузнецов случайно работала? Нет, нет, сейчас я не... В другом заводе, потому что нам сегодня же рассказывали тоже уникальную историю, подобную, да, с дневником, который вел именно рабочий. Вот, но я отдельно запомнила его страницы, как раз вот он что не знал, что Куйбышев где, что у него была старая карта, но вот его их привезли сюда, он рассказывает, как разворачивались, как все это в бараках, как это холодно, как это страшно. И вот декабрь 42-го года, представьте, холодный, темный Куйбышев, человек, который вот пишет о том, что у меня постоянно чувство голода, потому что мы недоедаем и очень хочется спать. И в декабре 42-го года в его дневнике есть запись. Ну вот, подошел к концу еще один год, а я за этот год ни разу не был ни в кино, ни в театре. Да. То есть для него на самом деле это было чрезвычайно важно. Это была трагедия. И самое главное была культура и привычка это делать. Да. Это был внутренний позыв, который как раз позволял людям не потеряться, не ожесточиться. Потерять себя, и забывать, что они люди. Что они люди. Вот как сказал предыдущий герой, что действительно было много горя, но злых, озлобленных людей не было. Вот что давало вот такую, я думаю, что именно вот как раз наша культура, наша большая вековая культура, наши корни, наши традиции, в том числе песенные, стихотворные. Спасибо вам большое, Ольга Николаевна, за то, что в этот великий праздник вы пришли к нам, уделили нам время. С праздником вас. Спасибо большое. Удачи вам в вашем благородном деле. Надеюсь, что наши телезрители откликнутся, и может быть после этого марафона вы обретете еще какие-то уникальные документы или артефакты. Было бы очень здорово. Спасибо всем вам самого доброго, и дай бог, чтобы ваш музей процветал, и чтобы вам несли новые-новые артефакты, и, соответственно, вы могли их нам всем демонстрировать и рассказывать. Мы обязательно придем к вам в гости. Спасибо большое. Ждем вас. С Днем Победы. С праздником. С праздником. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин